Так, ну что, пора сдавать. Пять минут прошло. Буквально несколько секунд и закрываю доступ к этой ссылочке, и, наконец, начнем работать дальше. Мистер Келестин. Что там? Что там? Там была просьба подождать? Или что? Сергей Алексеевич, если что, там, человек с фамилией, именем Ка, это я. А, окей. Хорошо. Сергей Алексеевич, кто подтвердит, у меня за пять минут не загрузилось абсолютно. То есть у меня просто тут не ловит, не ловит. Можно я в следующий раз это перепишу в таком случае? Ну, слушай, нет, ну ладно, давай, что мы будем страдать. Если у тебя там осталась, там, еще тебе нужна минута, чтобы ее там дописать, то дописывай, а не вопрос. Она не открывается до сих пор. А, ну да, давайте в следующий раз, конечно, да. Такое было бывает. Да не за что. Так, ну что, давайте я вам перед тем, как мы, собственно, начнем, кратко напомню, как мы теперь живем с этими детушками, если вдруг вы забыли. А живем мы с ними так. Вот сейчас вы написали новую детушку, а переписать старую можно будет в перерыве. То есть перерыв у нас теперь устроен так, между уроками. А пять минут свободного отдыха вообще для всех. А потом пять минут для желающих отдыха, для желающих переписывания детушек. Ну, то есть там за пять минут до начала второй части зума я скинул ссылку на детушку, и вы, собственно, перепишете те, кто хочет. Если никто не хочет, ну, отлично. Кто-то хочет, замечательно. Все хотят вообще приписать. Вот такой вот план. Ну что, а мы с вами в прошлый раз остановились на том, что помимо скучных нас, плацентарных млекопитальцев, есть еще совершенно офигительные сумочные млекопитальцы, у которых вообще все не как у людей. И вообще все это очень забавно устроено. С одной стороны. А с другой стороны, кое-что напоминающее нас у них есть. Правда, та же самая плацентарная? Есть и у детских, и у других. Просто у сумочных она устроена существенно проще, что не позволяет им вынашивать детенышей так долго, как у нас. Поэтому они рожаются маленькие, сильно недоношенные по сравнению с нами. И им довольно долго прикроется питаться молоком, находить в сумке, и там заканчивать свой, ну, это уже неправильно было бы сказать, эмбриогенез. Это уже не эмбриогенез. Но с нашей точки зрения плацентарных млекопитальцев, проходить те стадии, которые мы с вами проходим в рамках эмбриогенеза. Фух! На этой торжественной ноте мы с вами можем двигаться дальше. И для этого нам придется вспомнить, какие вообще бывают эти самые сумочные млекопитальщики. Мы с вами говорили, что у сумочных млекопитальщиков очень, на самом деле, много отрядов. Как-то так принято считать, что это небольшая, маленькая группа, которую даже школьная программа-то не заслуживает для того, чтобы их обсуждать. Но на самом деле, эта группа совершенно потрясающая и гигантского совершенно размера, гигантского разнообразия. Мы с вами в прошлый раз успели поглядеть на прекрасных опособов, на базальную группу сумочных. И обнаружили там много всякого клевого удивительства. Сегодня, за первый урок из двух, наша с вами задача пройти по всем оставшимся отрядам. Двое из которых – это современные американские виды, а оставшиеся части – современные австралийские виды. При этом микробиотерия, обратите внимание, несмотря на то, что они американские виды, они относятся к группе, которая начнет миграцию в Австралию, просто не дошла. Но до этих микробиотерий мы дадим чуть похожих. Отначально давайте глянем на вот этих смешных цинолест, немножко похожих на опоссумов, на самом деле, и посмотрим на то, как эти самые цинолесты устроены. Цинолесты, посмотрите, тоже такие вполне себе древолазующие организмы. Так же, как опоссумы, их близкие родственники. И, собственно, если мы попытаемся найти какую-то особенность в их строении, отличающую их от опоссумов, то это на самом деле уменьшение примерно всего. Это и уменьшение качества древолаза. У них там нет противопоставлений пальцев, нет церкового хвоста и так далее. Это и уменьшение гидродонтности. Там не настолько велико разнообразие зубов, как это было у опоссумов. Собственно, даже самих зубов стало меньше. То есть, смотри, здесь и маляров меньше, и, ну, там, нет, маляров столько же, здесь вот рестов стало меньше и на верхней, и на нижней черепе, по сравнению с тем, что мы видели у тех же самых опоссумов. И, собственно, сами зубы здесь имеют, ну, все-таки гидродонтные строения, разные зубы, да, но они, скажем так, не настолько разные, как в типичном строении черепа опоссума. Да, собственно, даже латинское название цинолест переводится как «маленькие бугорки», просто потому, что действительно эти зубы имеют такое довольно характерно малобугорчатое строение и на малярах, и на премалярах в полной силе. Собственно, это все, что вам важно знать как цинолест. Двигаемся дальше. Микробиотерии, те самые, которые шли-шли-шли и не дошли, и остались все-таки в Южной Америке. А смотрите, какие они милиции. Собственно, сейчас вот на этих фотографиях вы видите единственного представителя, единственного вида, который дожил по нашей книге. Это санифитный опоссум. Ну, даже, как следует из названия, он довольно похож на опоссума, ну, и, в общем, он действительно в родстве, с ним не таким уж далеким. Несмотря на то, что там другой отряд, и даже не самый юридический. Когда-то была довольно большая вознообразная группа, которая там жила и в центральной, и в Южной, и точно не помню, но, по-моему, даже в Интерактиде. Но сейчас остались только вот эти вот южно-южно-южно-южно-южно-американские представители. Зубная формула у них, посмотрите, как у опоссума. Вот зубная формула у них совпадает с опоссумом. Что нам как бы намекает на то, что это у цинолеста произошла редукция зубов, да, такая коричная редукция. Это у цинолест уменьшилось количество резцов, ну, в связи с какими-то их особенностями питания, в связи с их образом жизни, а и у микробиотерий, и у опоссумов сохранилась предковая такая очень разнообразная зубная. Более того, это касается не только строения зубок и питания. То же самое можно сказать и о степени приволазности их образа жизни, и о количестве адаптаций их глазами по дереву. Да, то есть у опоссумов, правда, у всех видов, но у большинства был цепкий хвост, и у микробиотерий тоже есть цепкий хвост. Что снова нам намекает на то, что если у цинолеста этого нету, то это тоже все вторичные редукции. Но хвост микробиотерий все-таки кое-чем отличает от хвоста опоссумов. И это отлично, на самом деле, очень смешное, и совершенно замечательно видно на фотографии слева. У них хвост умеет накапливать жир, там в основании хвоста накапливается жир, и это вот так вот довольно забавненько выглядит. Ух, закончили мы с вами. Можно вопрос? Во-первых, у цинолестов они вроде тоже к древесному глазу не приспособлены, а хвост у них цепкий или нет? Они могут придерживаться, но свисать на хвосте они не могут. То есть и опоссумы, и микробиотерии, они прям свисают на хвосте. А цинолестов нет. То есть придерживаться? Почему формула у опоссума считается непосредственной? Полный. Ну, просто на салатическом микробиотерии было написано, что почти полный. Да, да, да. Потому что в идеале полная формула предполагает симметру верхней и нижней челюсти. И вот здесь вот не хватает одного зуба. И по некоторым предположениям, возможно, прямо совсем общего предка такого, не самого последнего общего предка, а просто общего предка. Собственно, и на нижнем челюсти было тоже пять этих самых листов. Двигаемся в сторону австралийских видов. И, в отличие от американских, они совершенно невероятно разнообразны до сих пор. Да, если там в американских видах, в каком-нибудь целом отряде микробиотерии один есть, то здесь это настоящие отряды. С гигантским количеством даже семейств, не говоря уж о видах внутри. Ну, самое известное, оно же самое базальное из всех австралийских, это отряд двуристовый. Да, тут и коалы, и кенгуру, и все, 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 что мы себе сразу представляем, когда говорим о сумчиках. Эта группа исходно была травоядной. То есть сейчас некоторые представители перешли и к насековоядному отчасти, еще более отчасти, к хищному образу жизни. Но по-прежнему до сих пор все из них ведут и имеют в своем строении некоторые наследия той самой растительной ядности предковых групп. Например, это гигантские лесцы. Помните, что у нас происходило с зубной формулой у каких-нибудь грызунов. Там редуцировалось довольно большое количество резцов, оставалось минимальное количество, зато они были гигантские. Вот здесь та же самая история. Тоже гигантское количество резцов редуцируется. Не нужно нам там 5 резцов наверх, на 4, на нижнем, как было до этого. Достаточно гораздо меньшего количества, если они будут крупнее, если ими будет удобнее резать шерсткую растительную пищу. Собственно, поэтому на верхнем керне остается 2 резца. Вот оно, раз и два. А на нижнем челюсти, ну, простите, 3 резца, говорилось, вот они, раз, два, три, три резца на верхнем челюсти. А на нижнем челюсти вообще остаются 2. Совсем-совсем-совсем крошечных количеств. Клыков, как видно, нету. Вместо клыков клыков и диастема, потому что, опять-таки, клыки при растительной явности исчезают почти у всех групп. Это не все. Важно понимать про этих самых двух резцов, что кроме этих самых двух резцов, кроме отличия с зубной формулой, которая, собственно, вписана в название отряда, там есть еще некоторые особенности конечностей, которые напрямую с травоядностью не связаны, а связаны вообще непонятно с чем. Я, честно, рискнул бы предположить, что с каким-нибудь бутылочным горлышком, через который эта группа прошла. Бутылочный горлышок, когда в результате какой-то не сильно зависящий от групп причин, их численность на заветели групп резко падает. И поэтому остаются какие-то случайные, иногда довольно странные признаки. Так вот, у двурисцовых в рамках странного признака синдоктилия на задних конечностях. Синдоктилия – это когда пальцы срастаются. А вот если мы посмотрим на задние конечности, например, для любых двурисцовых, мы увидим вот такое смешное строение. Понимаешь, что пальцев у них либо три, либо четыре. Более того, посмотрите внимательно на схему этих самых пальцев. У одного из пальцев, на самом деле то, что второй и третий палец, вот здесь у вас, они срослись, но при этом когти у них по-прежнему два. Не то, что на одном пальце два когти, а это ровно потому, что это рудимент, предковой раздвоенности, вообще-то говоря, этой части тела. Вот такая штука. Соответственно, пятого пальца здесь нету, потому что он редуцировался, а четвертый палец, он вот так вот сильным длингом, и, собственно, большая часть основной опоры приходит сильным длингом, что кенгуру, естественно, там здорово помогает в структурительном образе жизни, да, им это важно. В чем это важно остальным, фиг его знает. Непонятно, но вот такая суть объединяет в этих организмах. А теперь посмотрите на этого красавца. Снова ровущий образ жизни, снова крот. Мы с вами вот кого-то напоминающего этого чувака видели и в Носикомаян, и в Афромциктефилах. И вот сейчас мы видим такой ровущий крот подобный образ жизни уже третий раз. То есть уровень конвергенции здесь совершенно фантастический. Более того, на самом деле эти кроты, сумчатые кроты, они зашли в рамках своего приспособления к ровущему опыту жизни гораздо дальше. И чем это сделали какие-нибудь слепыши, и чем это сделали обычные кроты, и чем это сделали Афромциктефилы. А у них полностью отсутствуют глаза. То есть если вы вспомните как выглядит обычный кротик, то у него все-таки глаза действуют в том или ином виде. У этих чуваков глаз нет совсем, и на самом деле их можно понять. Роют они не просто в земле, они роют в скет, который в отличие от земли нелипкий, он просто налипал на их радиментарные глаза, если бы они не присутствовали. Ну и поэтому с их точки зрения очень логично индуцировать глаза совсем, ну просто потому, чтобы песок не налипал на астезистые оболочки в самом глаз. Ровно до тех же самых целей для адаптации к рытью в песке служит еще целая масса так. Ну смотрите, первое, чем вы тыкаетесь своей мордочкой, когда пытаетесь куда-нибудь зарыться, это естественно нос. Ну соответственно, первое, что у вас будет повреждаться, если вдруг вы в этом песке отрежаете какой-нибудь камушек, крышочек или что-нибудь еще, это этот самый минус. И вот нос у них покрыт роговым щитком для защиты от повреждений. А во-первых, а во-вторых, для защиты от того, чтобы этот мелкий песок в этот нос забивался. Ну он просто поэтому прикрыт этим самым щитком, отсекая сразу довольно большое количество песчин. Ну а теперь представьте себе, что твоему кротику все-таки не повезло. И вот вы рыли, 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 какая-то гадская песчинка, а то ее несколько попало замкнулись. Ужас как. Кошмар, хочется чихать. Если вы будете сильно много чихать где-нибудь на земле, вы устроите себе какой-нибудь осыпь или еще что-нибудь в этом духе нехорошее. Не самая хорошая идея чихать в песчаных пещерах. Поэтому они придумали офигительную штуку. В тот момент, когда у них нос заливается песком, они начинают рыдать. И это им помогает. Потому что слезные протоки у них открываются не наружу от глаз, вот здесь вот, как у нас происходит, а слезные протоки открываются прямо в носовую полость. И поэтому они рыдают своим носом для того, чтобы фильм эти самые песчинки. Совершенно восхитительный способ справляться со стрессом. Очень-очень удобно и подвести. Стресс по плану... Красота. Что что? Раньше помню, что у человека слезные протоки еще разочек. У человека слезные протоки тоже у нас уходят, если я не ошибаюсь. А у человека есть канал, который уходит в носовой проток для образования собственно... Это нельзя называть соплями, но для образования такой жидкости. Но это один из маленьких протоков. Вообще слезные каналы у нас скрываются вот здесь в дорожной части глаз. У нас вот здесь находится слезная железа и вот сюда открываются почти все слезные протоки. то, что в нос это я бы, наверное, не называл слезами. Хорошо, спасибо. Что еще? Песок может засыпаться во все дырки в вашей голове, не только в нос и в отсутствующие глаза, еще и в уши. И поэтому и в носу никакой большой разбитой шнура не будет, чтобы она не загребала. И наружный стуковой проход будет прикрыт довольно толстым слоем меха, таким полноценным, опять-таки, для того, чтобы все это дело не сбивалось песком. Окей, с песком разобрались, но этот песок нужно каким-то образом убирать на пути своего движения. И делать очевидно торговую щитковную носу несколько неудобно. Для этого нужны специализированные конечки. И они у них есть. Посмотрите на их гигантские лапищи, совершенно невероятные, с очень мощными когтями, которые на самом деле увеличивают площадь поверхности. Когти нужны не для того, чтобы какого-нибудь хищника на них нанизать, или какую-нибудь жертву нанизать. Эти когти нужны для того, чтобы увеличивать площадь поверхности при раскатывании земли. Причем когти довольно мощные на всех пяти пальцах, но самые мощные на третьем и четвертом, невероятные собственно здесь они видны на фотографии, а вот этот третий-четвертый палец с фантастическими длинными костями, чуть ли не длиннее кисти эти самые когти, совершенно невероятного расхода. Что у них еще может забиться песком из всякого неприятного? Ну сумка, они же сумчатые. Вот поэтому сумчатых кротов сумка открывается не как мы привыкли у кенгуру, не как мы привыкли у двурезцовых, вот так вот вверх, когда она была песком забита, она открывается назад, так, чтобы когда ты полз в песке, эта сумка оказалась не забита всякими песчинками и там дитяну, что у него было. то есть действительно абсолютно идеальный земляков, идеальное абсолютно приспособление к роющему существу. А теперь одна из самых потрясных групп. Это так называемые хищные сумчатые. Вот это группа, в которой просто все в том, что вопросить? Насчет сумчатых кротов вопрос. Там написано, что у них шейные позвонки срастаются, а допустим поясничные как у ксенантры у них не будут срастаться? Нет, нет, не будет. Там довольно жесткий крестцовый отдел, но поясничные позвонки при этом нет. Поясничные не срастаются. Крестцовый отдел чуть пожестче, а поясничные нет. Хорошо. Да, на самом деле это очень хороший вопрос. Лишний повод напомнить, что вообще-то говоря, эволюция довольно редко идет одними и теми же дорогами, пытаясь адаптироваться к сходному образу жизни. И все-таки той идеальной системы копания, которую мы видим у предков современных предков, здесь не будет ни ксенант розных опросов, не будет ничего остального. Но тем не менее, и так адаптация оба. Окей. Хищные сумочеты. Смотрите, насколько разного они строения. Посмотрите, какая невероятная степень конвергенции совсем не сверху. Есть дверюшки, похожие на мышей, которые грызунут. Есть дверюшки, похожие на муравьев, которые ксенанты. Есть похожие на куриц, которые нормальные хищные, отряд хищные. Есть похожие на полков, на собачек и так далее, которые тоже хищные. Невероятное разнообразие группа. Ну, только все они сумчатые. Все они совершенно относятся к единой обхи ветви, которая просто такое невероятное биоразнообразие получила в своей Австралии. Особенно интересны нам две верхние группы, потому что с ним связаны две важные истории. Ну, историю про сумчатого волка все знают. Сумчатые волки вымерли в середине прошлого века. Вот эта фотография предпоследнего сумчатого волка в зоопарке. Фотография изначально была черно-белой, раскрашена всякими нейросетями. А вот с эсмонийским дьяволом менее известная история, на самом деле в каком-то смысле с биологической точки зрения одна из самых поразительных историй в биологии вообще. Думаю, что если вы про нее не слышали, сейчас вы удивляетесь. А скажите мне раком можно заразиться? Нельзя. Да, абсолютно верно. Рак – это болезнь без заразы. Вот откуда вообще берется рак? Давайте кратко вспомним. Мы это с вами обсуждали в контексте слонов и их генетики. Но кратко напомню, не бывает вредно. Рак возникает из-за того, что какие-то клетки начинают неконтрольно делиться. Что это значит? Это значит, что у них активирован ген теломеразы, и теломеры могут достраиваться, а не укорачиваться бесконечно, что обычно ограничивает количество делений клеток. Ну, что в свою очередь означает, что произошли мутации в генах, плотирующих работу теломеразы. Во-первых. Во-вторых, должна произойти целая масса мутаций в тех генах, которые отвечают за выискивание мутаций собственных клеток. Если в норме какой-то ген мутирован довольно сильно так, что нарушается его работоспособность, то клетчатая система репарации все это дело быстро находит, либо исправляют, либо отправляют, если могут, а если не могут, то отправляют клетку в лаптос. Здесь никаких исправлений не происходит. Значит, система репарации, обнаружения мутации повреждена. Более того, клетка при этом при таких массовых повреждениях не уходит в лаптос, значит, и гены, отвечающие количество мутаций там должно происшествовать. Разумеется, заразиться нельзя, чтобы у вас после репарации произошло. Если вы не тесмонийский дьявол, у тесмонийского дьявола есть рак, которым можно заразиться. И это совершенно потрясающая история. Дело в том, что действительно этот самый рак умеет перепрыгивать, раковая опухоль, клетки раков и опухоли умеет перепрыгивать с одного тесмонийского дьявола на другого. Не в том смысле перепрыгивать, что у них есть ножки, ручки, и это такая маленькая теволенка, которая перепрыгивает с большого теволенка на сосед. Это не так это еще строит. Просто тесмонийские дьяволы, когда там дерутся друг с другом, они кусают друг друга, и в этот момент на тело здорового тесмонийского дьявола может попасть кусок опухоли, наружный какой-нибудь опухоль другого тесмонийского дьявола. И эта опухоль теперь начнет развиваться в самом новом космонийском дьяволе. Теперь давайте задумаемся об этом с точки зрения биологии размножения, что ли, с точки зрения генов этой самой опухоли. Это предковый космонийский дьявол, древний космонийский дьявол, у которого произошел этот самый набор мутаций, и в итоге какой-то из клеток, и в итоге у него возникла та самая первая опухоль. Та самая первая рактовая опухоль. А с точки зрения генетики, это довольно сильно модифицированная, довольно сильно поломанная, но тем не менее вариация на тему тесмонийского дьявола. Генетика одинаковая, кроме нескольких поломанных генов, а в остальном генетика одинаковая. Можно сказать, что опухоль это отдельный подвид этого самого тесмонийского дьявола, только он имеет вид опухоли. А почему мы можем называть опухолью каким-то видом, каким-то организмом? Потому что эта опухоль не просто растет, она умеет размножаться. Ведь если эту опухоль укусит какой-нибудь другой тесмонийский дьявол, она и на него прикинется, и вот у вас была одна опухоль, а у вас две опухоли, получается, что эта опухоль теперь обладает всеми признаками живого. Это самый настоящий отдельный живой организм. Такая модификация, такая морфа тесмонийского дьявола в виде комочек клеток, который умеет обмениваться веществами энергии с окружающей средой, расти и размножаться, действительно вести себя как в настоящий живой организм. И теперь этот самый живой организм активно размножается и перепрыгивает с одного тесмонийского дьявола на другое и до сих пор существует в гигантском количестве потомок. Вот такая вот странная морфа тесмонийского дьявола в виде по-моему, совершенно удивительная история, которая несколько переворачивает наше представление о том, что вообще такое живой организм и как вообще это может работать. Вот такая штука. Все понятно с этими опухолями? Двигаемся дальше. Круто. О, класс! Привет-привет! Отлично! Здорово! Очень рад вас видеть! Круто! Круто-круто-круто! Здорово! Спасибо гигантское все, кто включает камеры, показывает ящерок. До ящерок мы пока с вами не добрались, но вот уже скоро доберемся. Если повезет, если мы быстро пойдем, то даже, может, и до следующей недели мы с вами уже дебилюционируем до ящерок. До раза дебилюционируем, мы же не сдвигаемся. Вот. Ну, если будет медленнее, после следующей. В общем, короче, пригодятся наши ящерки, все очень клево. Итак. Есть вопрос по поводу досмонских дьяволов. Вот то, что у них видовой этот рак передается, это не может стать причиной вымирания битой или чего-то подобного? Может. Может. Это большая проблема. Да. И, собственно, дисмонитские дьявол, они, ну, они, да, они потихонечку уменьшают свою численность. Ровно по той самой причине, что, да, они очень сильно страдают от этого рака. Спасибо. И последний отряд в рамках сумочетых это отряд бандикуты. Отряд бандикуты особенно интересен тем, что это группа, которая, несмотря на то, что находится как бы дальше всего, дальше всех остальных отрядов от последнего общего предка всех сумочетых, несмотря на это, он умудрился сохранить в себе черты, объединяющие его примерно со всеми. Ну, какой образ жизни бандикуты? Это ночной трыгающий образ жизни. Они действительно прыгают, перемещаются такими смешными скачками. А и к этому образу жизни у него есть довольно много разных адапаций, которые действительно не только его отличают от всех остальных, но и его объединяют со всеми остальными сумочетами. Ну, давайте посмотрим. Общескичными сумочетами, которых мы с вами разбрали только что. И у бандикутов, и у их ближайших родственных сумочетах три пары нижних листов. Да, там не две пары, которые нижних листов, а три. Но это их объединяет эти две соседние группы. Ну, окей, это, допустим, неудивительно, что этот отряд бандикуты. Это отличный сумочет, это два ближайших группы отрядов. Бегаемся дальше. Какие-нибудь сумочетые кроты, так же, как у них, сумка открывается назад. С сумочетым кротам нужно было для того, чтобы песок не забивался. А этим чувакам нужно для того, чтобы вот эти вот всякие листики и песчинки тоже не забивались туда, поскольку они ведут наземный образ жизни. Они довольно смешно прыгают, опираясь на задние лапки, но при этом не подпрыгивая вверх, а такими скачками вперед. То есть практически касаясь брюхом травы. И поэтому, собственно, важно, чтобы сумка тоже открывалась назад. Общее с двористовыми, с такими кенгурукалами и так далее, это, собственно, синдоктилия. У них все расстаются пальцы. Это действительно важная черта, которую вы объединяете с ними. Опять-таки, не очень понятно ничего. Может быть, это как-то позволяет им прыгать мощнее за счет более крепкого, более мощного рычага. Не знаю. Но вот такая вот забавная часть. При этом без собственных адаптаций, конечно, не обошлось. Смотрите, мощные когти не на двух пальцах, как у тех же самых двористовых, а на трех пальцах, на втором, третьем, на четвертом. А первый и пятый пальцы вообще, как правило, регулируются. То есть либо они, либо их совсем нету, либо они есть, вы видите, небольших отрозочков, без когтей, без всего, просто действительно такие рудименты. Вот такая вот особенность этого странного очень. Таким образом, на самом деле, мы с вами в течение последних двух лекций обнаруживали гигантское биоразнообразие сумчаток. До этого на протяжении полугода с перерывами мы с вами обнаруживали совсем уж фантастическое биоразнообразие плацентарных плацентарных. Давайте в рамках некоторого промежуточного подведения итог попытаемся в нескольких словах выделить главные. Тоже все-таки отвечают эти два гигантских биоразнообразия, два гигантских кластера живых организмов, два гигантских кластера млекопитающих друг от друга. Итак, сумчатые плацентарные, вот они, они разошли друг от друга 148 миллионов лет назад. Ну, вообще, довольно существенная цифра. Значит, наверняка какое-то количество различий между ними все-таки должно было за это время накопиться. Значит, из самого главного, из самого главного, у нас с вами, у эутерии или у плацентарных млекопитающих, у нас с вами есть этот самый ретровирусный ген синцетина, который активно работает. Значит, соответственно, у нас есть долгая беременность и все у нас этим хорошо. У нас зародыш питается нами, мамой находясь в ее животе через плаценту, через развитую мочку плаценту, оснащен гемат плацентарным барьером. А, соответственно, у сумчатых все не так, у сумчатых плацента есть, но при этом она довольно некачественная, довольно неразвитая, и поэтому временные роды, и поэтому собственно сумка необходимостью выкармливания гни. Но при этом обратите внимание, что плацента есть и у тех, и у других, и у метателли, у сумчатых, и у эутерли, у плацентарных. А раз и там есть плацент, значит, вообще-то говоря, и там есть способность ребенка паразитировать на маке. Откуда берется эта способность, мы с вами уже знаем, это тот самый ретровирус, но генцетина, который позволяет им это делать. Просто у метателли, он работает слабенько, а у нас с вами он начал работать в полную силу. Давайте на этом месте приостановимся, уйдем на 10-минутный перерыв, напоминаю, что через 5 минут я скину ссылку на переписывание литочки. Ну и, собственно, отдыхайте, а через 10 минут по той же самой ссылке продолжим в 18.50. Всем пока! давайте двигаться дальше. Что-то как-то комплект вас не собрался до конца. Ну ладно, может, что-то добегу. спасибо гигантски. Еще разочек всем, кто героически включает камеры, пожалуйста, делайте так же. Очень рад вас их видеть, очень приятно смотреть на ваши реакции, узнавания всего того, что я повторяю по 10 раз. Это обещает мне великолепно написанные следующие летучки, и в целом очень приятно. Давайте еще разочек проговорим всю последовательность событий, связанных с этими самыми заимствованными у вируса гигантами. Итак, какой-то древний терий, какой-то древний зверь из общих предков эутерий и метатерий, вот здесь находящийся, вот где-то вот там, где начинается красный цвет, тихнул. Тихнул он от того, что выразился в самом ретро-вирусе. Более того, он так удачно им возразился, что этот ретро-вирус встроил свои гены не просто в какую-то соматическую клетку, а он встроил свои гены в клетку зародышей линии, а дальше просто не вырезался от него. И, соответственно, эти гены остались там внутри зародышей линии, этого организма означает, начали предаваться всем его потомкам. Вообще-то, это событие тройного невероятного. Ну, то есть, что вы заболеете ретро-вирусом и он строит у вас свой геном, нет, ничего удивительного происходит сплошь рядом, происходит с каждым человеком по много раз в его жизни. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что этот вирус умудрился попасть в клетки зародышей линии. Вот это, на самом деле, и плево. Вот это, действительно, довольно редкое событие, потому что там существуют системы защиты, да, половой системы всякого рода сплеваний и так далее. И этому вирусу повезло их обойти. И теперь мы с вами все и сумочные полцентарные носители этих самых ген. А что за синцитин? Что это за белок, который считывается с этого самого гена? Ну, синцитин, как следует из названия, что-то способствующее образованию синцития. Синцитий это кое объединение клеток, при котором между ними нету мембраны. То есть это результат сливания некоторых клеток. Ну, вот, например, наша поперечная полосатая мускулатура, устроенная по принципу синцития. Там клетки сливаются друг с другом в единую сложную структуру. Ну, в случае мышц, для того, чтобы кальциевые волны отвечали со спрощения тех самых мышц, легко передавались и сокращались более-менее синхронно. причем тут когда вообще эмбриогенез. Где там синцития? А синцития происходит с трофобластом. Еще разочек. Если вот это бластоцистан заронуешь где-то когда ему 6 или 7 дней после оплодотворения. Вот его эмбриобласт, с которого развивается эмбрион. Вот он окружен трофобластом. От слова трофос в питании. И вот клетки на одном из пульсов этого самого трофобласта начинают сливаться друг с другом с образованием синцития. Собственно внедряется в эпителий матки именно этот самый синцития трофобласта. Образование которого собственно возможно благодаря тому что мы спорили у вируса этот самый ген синцитина. Что собственно и приводит к самой возможности формировать никакой никакой. Может быть самый хиленький но все-таки плацент. Теперь мы можем сливаться с тканями мамы образовывать единую структуру которая будет зародыш. А значит он сможет какое-то время кормить за счет мамы внутри. И это обеспечивает нам то что есть только у терий. То что есть только у бета и у эутерий. То что есть только у зверей. Это живорождение. Таким образом ключевая общая характеристика объединяющая сумчатых и плацентарных это живорождение. Соответственно у предков общих предков с остальными группами которые мы будем с вами встречать при движении вглубь по эволюционному дереву. Мы такого видеть не будем. Живорождение вообще в ходе эволюции возникало довольно большое количество раз. И у пилей у некоторых есть и даже рыб у некоторых есть но это все были независимы без некоторых. А вот так чтобы это была черта доставшейся нам от общего предка это только здесь только в этой точке. Но при этом у этого есть еще одно очень важное далеко идущее следствие. Это следствие называется конфликт родительских деток. Ведь как мы с вами обсуждали на прошлой лекции а вообще-то говоря отец заинтересован в том чтобы ребенок прозитировал на маме как можно дольше. Просто потому что этот самый отец вообще строго говоря совершенно не уверен что следующий ребенок будет от него у этой самой мамы. Он не контролирует этот процесс. Сам контролирует процесс от кого у нее ребенок не очень. И поэтому гены самца конечно очень заинтересованы в том чтобы выкачать из мамы как можно больше собственно. Для того что просто потому что следующий ребенок возможно не от него. При этом гены мамы вообще-то ничего подобного не заинтересованы. Они заинтересованы в том чтобы ребенок выжил. Но при этом чтобы у него были еще дети после этого чтобы ребенок все свои с него не выкатил. И поэтому собственно из двух пар полученных мамы и папы в ребенке будет активироваться именно папина половина а не мамина. Мама будет отвечать мамины гены будут отвечать за роды за то чтобы как можно быстрее включить воспалительные процессы начать роды а папины гены будут отвечать наоборот за подавление этой воспалительной реакции для того чтобы роды ни в коем случае не произошли. С точки зрения цитологии с точки зрения молекулярной биологии очень интересно на это посвятить. Да Супер извините это я просто если я правильно помню в том числе с этим связано то что у нас даже достаточно близкородственные виды не могут скрещиваться просто потому что мать не выживает да 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 так и есть да ты абсолютно правда на самом деле получается совершенно удивительная история получается что в клетке существуют механизмы которые умеют избирать включать или выключать определенные гены полученные от мамы или полученные от папы то есть гены это одни и те же разные их может быть алели а может быть алели одинаково не важно а важно что нам нужно в одном случае получить гены мамы а в другом случае получить гены папы а там происходит сложный процесс эпидемиологических всяких модификаций который позволяет этому всему происходить вот это то что называется геномным импринтингом когда только часть генов в одних случаях маме в других случаях папе будет работать вот такая вот история да то есть на самом деле даже если мы задумаемся не о том что характерно вообще для всех зверей а что характерно только для нас например менструальный цикл это все наследие того той самой предковой конструкции связанной с конфликтами родительских генов ведь что такое по идее вообще менструация трудно берется в ходе эволюции и вообще менструальный цикл берется эпителий матки вдруг зачем-то начинает в ходе этого цикла так сильно разрастаться что потом к концу менструального цикла собственно время менструации приходится эпителий матки вместе с капиллярами вместе со всем просто выбрасывают из организма чем тогда это происходит почему нормальные млекопитающие не только сумчатые а вообще почти всем млекопитающие кроме приматов прыгунчиков и некоторых летучих мышей почему они не мучаются этим и им хорошо почему они не наращивают так эпителий матки ну это очень простой наращивание эпителий матки нужно для того чтобы зародыш не прорезетировал на маме для того чтобы не пустить зародыша к образованию плаценты толстые эпителии матки означает что очень сложно этому самому синцити атропопласту добраться до капилляров мамы это такая защита материнских генов от отцовских генов если они не очень качественные это способ отсеять не очень качественные отцовские гены которые не могут справиться с очень качественной работой материнских генов которые отвечают за всю эту самую красоту вот собственно то наследие этого самого конфликта ратистских генов с которыми связаны столько невероятных проблем у приматов связанных с кристуральным цифром это на самом деле у них ноги растут ровно ровно от этого же самого импринтинга и конфликта ратистских генов конфликта полу вот такая Окей, мы с вами посмотрели на зверей. Что нам намекают? На то, что среди млекопитающих не все звери. Что есть какие-то не звери внутри млекопитающих. И они действительно есть. Это отдельная гигантская группа, которая называется яйцекладущие. Они же, в общем, современные представители. Это то же самое, что однопроходные. Немножко разные таксиномические. Сейчас поговорим. Но поскольку до современности этой группы дожил немного кто-то, может, в общем, честно, эти слова использовать практически как синоним. А яйцекладущие, как следует из их названия, не то, что они млекопитающие, да, они откладывают яйца. Это происходит ровно потому, что они еще не чихали тем самым ретро-вирусом, откуда мы получили свою плаценту. Ну или чихали, но не зародышевые линии это делают. И поэтому у них нету этого самого синцетина, нету синцететрофобласта, значит, невозможно образование плацента. Значит, приходится по стоинке вполне себе формировать яйцо с жутком полноценным в качестве питающей структуры, со скрылубой, все как полагается. И вот это то, что будет у этих самых яйцекладущих, которые, вообще-то говоря, делились от зверей, посмотрите, довольно давно, 166 миллионов лет назад. Действительно, довольно древних. Ну, собственно, современные яйцекладущие все относятся к подклассу первозвери или прототерии. Вот есть терии или эутерии, настоящие звери. Это мы вместе с умчатым. А есть прототерии или первозвери. Это, собственно, вот эти однопроходные яйцекладущие. Но когда-то это была довольно большая, совершенно не зря, это целый подкласс, ну или отряд хотя бы, да. А когда-то их там было очень-очень-очень много. До современности дожило всего три вида. Это вот эти вот чудесные тканосы, это ехидны, ну и проехидны. Я не стал ставлять эти фотографии. В общем, более-менее то же самое. Вот три вида из двух родов. Вот такая получается совсем небольшая группа. Тем не менее, очень интересно сравнить нас, терии, с этими самыми прототериями. Поскольку прототерии по очень многим признакам гораздо ближе к последнему общему предку всех напитающих, чем мы. И если мы хотим понять, как выглядела наша прапрапрабабушка, прапрапрадедушка, я немножко сократил число пра, мне очень лень сейчас тратить на изношение такого большого количества слагов. Но тем не менее, если нам интересно посмотреть на этот график и понять, чем мы от него отличаемся, классно нас сравнивать именно с этими самыми первозверями, с утконосами. Ну давайте это сделаем. И посмотрим на особенности строения утконосов и ехидн, которые были у нашего общего предка. И на то, что мы, наши предки, предки звериные, делали с этими самыми особенностями. Ну, во-первых, что клевого придумали терии того, чего нет ни у прозверей, ни, соответственно, у последнего их общего предка. Мы придумали крупные молочные железы. А что до этого млекопитающие не имели молочных желез, что ли? Имели. Но их не вполне корректно называть такими полноценными крупными железами, в рамках единой анатомически выраженной конструкции. Гистологически эти железы были выражены, но не анатомически. Они выглядели как такое скопление млечных полей. Два млечных поля. Одно млечное поле справа, одно млечное поле с неба. И даже сильное млечное поле. Теска коварта, там, рода сосков, без системы впрыскивания молока, без системы сосания молока. Это были дитя млечных поля. То есть таких модификаций потовых и сальных желез, которые просто вместо сала и пота выкиняли молоко, которое дальше этим самым прозверям, ну или там, общим предкам всех млекопитающих, нужно было не сосать, а слизывать. Ну а раз не нужно сосать, то не нужны губы еще. Вот у зверей есть губы еще, которые необходимы для того, чтобы плотно обомкнуть сосок и создать вакуум. И создать пониженное давление, чтобы можно было сосать это самое молоко. Но если мы говорим о том, что про звери, коносы, ехидны и общие предки всех млекопитывали молоко, то не нужны губы еще, и вот и, как разумеется, еще и нету в ходе эволюции. А нами они были придуманы. Что еще? Элеме было придумано опетелить у мужчин, соответственно, репродуктивную систему с удилительной системой и при этом редуцировать кланк у обоих полов. Вот у прозверей, у мета-тери есть кланк, есть некоторый единый выход для всех трех удилительных систем. А, соответственно, у нас с вами такого нету, мы ее редуцировали. То есть у нас с вами прямая кишка, выделительная система и половая система открываются в разные части тела. Соответственно, у прозверей и общих предков в одно. Что еще? У нас с вами трехроматическое зрение, но у нормальных млеков большинство зверей тихроматическое зрение. А на самом деле трехроматическое зрение есть только у узконосых приматов и еще у нескольких групп сумчатых, у которых она возникнет независимо. Это самое трехроматическое зрение. Вообще для некопитающих подополту характерно тихроматическое. Это общая характеристика и зверей, и прозверей. Но тут есть нюанс. Как устроено дихроматическое зрение? Есть длинноволновая L-колбочка, есть коротковолновая S-колбочка. Так вот, S-колбочка зверей и прозверей – это разные S-колбочки. Действительно разные, с разной генетикой, с разными апсинами, с разными спектрами поглощения, с разными максимумами поглощениями в рамках этих спектров. Как так? Получается, что у общего предка всех млекопитающих была только L-колбочка, а S возникнет независимо? Ну как-то странно. На самом деле произошло, по-видимому, ровно обратно. У далекого довольно общего предка млекопитающих было две S-колбочки. Просто дальше, в связи с ночным образом жизни, по одной редуцировалось. Просто у зверей редуцировалась одна S-колбочка, а у прозверей редуцировалась другая S-колбочка. А когда-то их было две. Вот такая красота. Что при этом у них… Да, вижу снова вопрос у Саши. Вопрос. А зачем нам две колбочки, у которых максимум поглощения в кратковолновом спектре? Это правда? Это такое эволюционное преимущество, что раз их было две? Конечно. Да, да, да. Ну смотри, у тебя же есть две колбочки с максимумом поглощения в длинноволновой части спектра. Мы их, конечно, называем S и M, как будто бы M – это средневолновые. Но помнишь, насколько они рядом? На самом деле это две колбочки длинноволновой. А нам просто важен вот этот небольшой перможутчик между ними, что да, спелость плодов и социальность как-то используем. Для чего важны были сколбочки две иметь, я не знаю. Но это вот две такие базовые сколбочки, которые на самом деле есть не только у общего предка всех век. Оно есть и у рептилий, и у птиц, и даже у рыб эти самые две сколбочки. Оно вот оттуда досталось наследствия. Еще вопросы? Спасибо. Окей. Давай двигаемся дальше. Соответственно, если общий период всех млеков ведет ночной образ жизни, в связи с этим, хоть в разных летах и по-разному, но тем не менее редуцирует у себя зрение, значит, наверное, что-то должно развиваться взамен, потому что вообще все равно чуть-чуть. Ну, собственно, развивайтесь с ним. Ярче всего, проще всего, не ярче, а проще всего это заметить, просто посмотреть на голову. У нас с вами есть наружные ухо, у нас с вами есть ушные раковины. Ни у утконосов и ехидн, ни у последнего общего предка, не было никаких ушных раковин. Это изобретение ТЭЛ. Фух. Со всякой легкой анатомией и физиологией мы с вами более-менее разобрались. Теперь давайте глянем на скелет. И в скелете у нас целая масса, хотел бы я сказать, изобретений, но на самом деле скорее, наоборот, редукций. Ну, впрочем, эти редукции нам очень сильно помогли увеличить нашу подвижность, а поэтому можно тоже изобретение может быть и на закрепление. Если мы посмотрим на скелет общего предка всех млеков или на скелет какого-нибудь утконоса, который унаследовал эти зановые черты, мы увидим, что костей в него побольше, чем у нас с вами. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, мы видим сумчатые кости. Ну, про них вы уже знаете. Они редуцировались только у элотерии, они редуцировались у плацентарных, чтобы дать возможность беременности как-то проистекать. Соответственно, конечно, они есть и у сумчатых, там они поддерживают сумку и органы брюшной полости. Ну, у прозверей сумки никакой нету, но органы брюшной полости они по-прежнему поддерживают, то есть так же, как у рептили, они этим тоже самое занимают. То есть пока они тут еще по-прежнему называются сумчатые кости, а потом они будут называться над лобковыми костями, но, по сути, это все те же самые. Окей. Этого у нас нет. Кто еще? А еще у утконоса, смотрите, есть вот эта очень прикольная косточка, которая называется эпистерном. Вот он, эпистерном. Дайте поймем, где он расположен. Вот, собственно, грудная клетка, которая спереди ограничена грудиной. Вот она. Вот он, мечевидный отросток грудины, вот она, рукоятка грудины, вот она, собственно, тело грудины. Вот то же самое в увеличенном формате, только в качестве скелета человека. Вот, соответственно, мечевидный отросток, вот рукоятка, вот тело. Так вот, над телом грудины у базальных веточек млекопитающих есть этот самый эпистерном. Вот он. Он дальше как бы продолжает клетку наверх и защищает еще, еще, еще целые дополнительные слои вот здесь. Это глобально с косточками дальше. Все в порядке. Ключицы, вот они, все как в порядке. Ключицы подходят к грудине, все в порядке. Просто над этим еще и целый большой гигантский надгрудиник, который тоже достался энциклордущим по наследству от рептилий. У рептилий тоже есть этот самый эпистерн вполне себе в обязательном порядке. И только у нас, только у зверей произошла его редукция для увеличения подвижности. Фух! Если вы думаете, что это все в скелете, то вы глубоко заблуждаетесь. Дело в том, что если мы с вами посмотрим на то, как вообще эти самые прозвери передвигаются, мы увидим, что они передвигаются, ну, не совсем как ящерицы, но как нечто промежуточное между ящерицами и перьями. У них конечности не строго под телом, а немножечко вбок отставлены, вот так как бы по диагонали. И, соответственно, возникает такое переваливание с половинки тела на половинки тела, как, примерно, может быть, в технических девушках решение ехипно-тхоносов, если бы я их не поленился ставить в презентации. Ну, вы и сами нагуглите, и что вы думаете, а слушай, а может у меня она есть, просто ее забыть? А нет, я поленился. Ну, сами нагуглите. А как они бегают, это действительно очень смешно, это такое толапое переваливание с ноги на. Потому что все это дело оставлено в сторону. Как вы понимаете, быстро так не побегать. А как с этим справляться? Телли с этим справились с тем, что они аккуратненько поставили под тело и так быстрее и удобнее бегать. Классно. Как с этим справляются рептилии, и как с этим справляются лицекладущие? Увлечением безопасности не за счет скорости, а за счет защитного скелета. К этому относятся эпистерну, который мы с вами только что разобрали. И к этому относятся еще две важные кости. Вот посмотрите. Мы смотрим на грудную часть скелета, вот как бы вот сюда, этому самому там, к коносу, ехидне, или к кому-нибудь в этом духе. Вот оно, тело грудины. Вот они идут ребру, от этого самого тела грудины. Вот он, тот самый эпистернум, знакомый нам. Вот они ключицы. Вот они. Вот раз ключицы, два ключицы. А здесь получается, как будто бы вот такое целое большое промежуток. Да, вот они лопатки. Забыте. Вот они лопатки. А вот в этом промежутке между лопатками и над грудинником эпистерном есть еще две кости. Вот косточка и вот косточка. Давайте начнем с вот этой. Это метакаракоид. Метакаракоидная кость. Она тоже, в общем, есть и у рептилий, и тоже досталась цикладующим по наследству. Эта метакаракоидная кость на самом деле сохранилась и у нас в качестве рудимента. У нас с вами лопатка наша, если мы посмотрим человеческую лопатку, имеет вот такую вот отросточку. Он так и называется на самом деле. Метакаракоидный отросток лопатки. Вот, собственно, метакаракоидный он, потому что когда-то он был отделен костью метакаракоидом, а потом он уменьшился от размера и срослся с лопаткой. Совсем его убрать нельзя, потому что к нему много лучше скрепиться. Поэтому он остался в рамках такого губиста рудимента. Вы его можете нащупать, если вот примерно сюда будете долго-долго тыкать пальцем между брыдными мышцами и бицепсами и нащупаете вот здесь вот такую твердую штуку. Вот эта твердая штука, это не будет вот самый метакаракоидный пусток. Он вполне себе палькируется, если какое-то время постараться с ним делать, то есть напрять мышцы и потыкать туда. Окей, с метакаракоидом понятно. Кроме метакаракоида есть еще так называемый прокаракоид. Вот он. Прокаракоид или его второе название эпикаракоид. Одно и то же, просто два разных названия этой самой одной хвосточки. Эпикаракоид или прокаракоид. Вот она. Вот ее у нас не осталось совсем. Она у нас полностью исчезла. Рудиментов эпикаракоида у нас нету, метакаракоидов есть. И на самом деле, даже в наблюдении у нас тоже есть рудименты. Вот здесь вот на этой картинке видны вот эти вот две маленькие косточки. Видите? Вот они. Вот эти вот две маленькие надгрунтные косточки, которые тоже, кстати, пальпируются довольно хорошо. Вот здесь они находятся. В качестве таких двух публиких выставок. Это все, что осталось у нас с вами от когда-то большого-большого-большого эпистерма. Вот такая красота. Фух. И это еще не все. Остался последний момент, связанный со скелетом. Мы с вами, Терри, редуцировали у себя так называемый яйцевой зуб. А понятно, зачем нужен был этот самый яйцевой зуб? Чтобы отбивать яйцевую скручку, чтобы выбраться внаружи. Ну, я не нашел фотографию утконосенка, чтобы вам показать этот яйцевой зуб на нем. Вот он, связанный с черепашки. Вот этот самый яйцевой зуб, которым она пробивает скручку. У утконосенки есть такой же, там же. Просто я не справился с углежом этих самых карт. И вообще, на самом деле, с зубами у нас с вами все хорошо. У нас с вами так называемая гитродонтная сутная система, чего, на самом деле, ни у коноса, ни у ехиди нет. Там, правда, довольно большой вопрос. Нет, у них их первично или вторично они все это дело середуцировали. А тем не менее, все-таки, этих особенностей у них нет. Вот такая вот история. А теперь немножечко отвлечемся от нашего, казалось бы, сравнения про зверей и настоящих зверей и посмотрим внезапно на пчелку. Это причем, как казалось бы, пчелку. Толка нам нужна, чтобы понять одну очень важную мысль, к которой будут где-то присвящены несколько следующих слайдов. Толка нам показывает, что пол – это не всегда кое-наследование, связанное с XX или XY. Ну, как мы с вами привыкли. Чем-то написано, что у человека хромосомные наследования пола. Если у вас XX, две хромосомы X, значит, вы самка. Если у вас XY, значит, у вас самец. Как будто бы пол правда задается хромосом. Ну, надо понимать, что на самом деле, ну, в большинстве случаев так и есть. У людей, в большинстве случаев. В большинстве случаев. Потому что, конечно, на самом деле не хромосомы мы задаем пол, а гены, которые находятся на этой самой хромосоме. Собственно, ген этот у нас с вами – это называемый ген SRY. С очень логичным, на самом деле, названием. Sex Determining Region Y. То есть, там, регион, детерминирующий пол, на Y хромосоме. Вот, собственно, он задает определение пола мужскому типу. Если это, на самом деле, срывает никто, значит, это X хромосома, скорее всего, и, соответственно, пол развивается под и пол женский. Теперь смотрите, какая штука. Ну, теоретически, мы с вами знакомы уже с такой мутацией, как транслокация. Когда ген берет, вырезанит и переносит в другую часть генома. Ну, и такие люди есть. Есть вполне себе мужчины, у которых, как бы, в общем, нет Y, у которых, соответственно, этот самый ген SRY будет не на Y хромосоме, а где-нибудь еще. А теоретически, он может даже быть на X хромосоме. Это будет X хромосома с SRY, и это будет какой-нибудь даже там XX, но с SRY, а если вам так повезло с родителями, что у них была такая мутация, что у отца была такая мутация, транслокация, и тогда вы будете XX, но вы будете самцом, потому что у вас, соответственно, есть там SRY, который относится к данным с SRY. Такое бывает. На самом деле, самый ген, находящийся на X хромосоме, это то, что задает наше с вами, казалось бы, условно хромосомное поделение пола. Очень похожая история находится у птиц и у некоторых рептилий. Вот у птиц и некоторых рептилий тоже хромосомные исследования. Правда, завязаны не на гении SRY, а на других генах несут каких, но на других. Более того, они находятся на других хромосомах. Вот система наследования пола у птиц и у некоторых ящеров. Это так называемая ZW-система. Причем гетерогометный пол здесь будет женский. То есть, если XY, гетерогометный пол, разные гометы. Видите, гомета X, гомета Y потенциально может отбираться. Если XY у млеков это мужчина, то у птиц ZW гетерогометный это самка, а гомогометный забывается мышц. Вот такой другой немножко пример хромосомного наследования. А еще бывает хромосомное наследование, завязанное на плойность. Вот у переполнчаток крылых так. Вот, собственно, при чем тут пчелы. У пчел есть очень простое хромосомное, я бы сказал, геномное определение пол. Если у вас двойной набор хромосом, то вы самки. Если вы гаплоидные, то вы самец. То есть самцы на самом деле у всех переполнчаток крылых рождаются и просто нет вытворенных яиц, у которых есть как бы только материнское, у которых есть только материнские хромосомы. Это гаплоидные самцы. На самом деле там диклойные. Вот такой тоже есть. Понятно, что у разных других групп, у большинства рептилий, у много кого температурное наследование пола вообще никак не завязанное ни на хромосомах, ни на генах, ни на чем. У кого-то водичка потеплее была, воздух был потеплее, значит, и сам. У кого-то наоборот. Водичка похолоднее, значит, и сам. А у кого-то пол зависит от того, какие условия окружающей среды связаны с влажностью. У кого-то пол зависит от того, кого больше вокруг самок или самцов. То есть пол это не нечто такое жесткое завязанное исключительно хромосомы. Пол это довольно сложная ценностерей потрясающая история. Но нас с вами, конечно, пол интересует не в контексте пчелок. И даже пока не в контексте температуры, до которого мы скоро дегуляционируем, сто раз дегуляционируем, но пока еще нет. Нас с вами интересует переход от той системы пола, которая характерна, посмотрите, для некоторых рептилий, для птиц, с которыми мы с вами столкнемся на следующей неделе, к нашей с вами системе пола. И вот этот переход нам ярче всего демонстрируют те самые яйцекладущие потрясающие, о которых у нас тут идет речь. Ну, давайте глянем на эту схему детально. У однопроходных не две плавые хромосомы, как мы с вами привыкли, а 10 половых хромосомов. Ну, вообще-то уже должно заставить волосы на голове встать дыбом и попытаться с шучью прикинуть ложечку 10 половых хромосомов. Как это вообще может работать? То есть там не xy, а xy, y, 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 невероятные совершенно по сложности системы. Давайте разбираться, как это может быть устроено, что это может сказать о том, как все это было устроено у общего клетка, всех нагреваться. Ну, вот смотрим на знакомую нам часть филогенетического дерева. Смотрим на плавы хромосомы. А вот собственно наша с вами плацентарная хромосома с геном и сорвать. Ну, вот у сумочных есть немножко другая, но там тоже есть этот самый ген и сорвать. x хромосомы y хромосомы это не вполне, но тем не менее отчасти гомологичные хромосомы. Да, они даже в крысинговре могут друг к другу вступаться, обнимаясь такими крайними участочками, близкими к теломерам. А вполне себе. Они у них гомологичны. А это значит, что найти где-то скорее всего есть этот самый странный как бы негомолог SRY, ну, какой-то его дальний родственник. И он там есть так называемый ген SOX3. Вот он. Он отвечает на разные процессы, например, генезий мозга, он является эволюционным предком этого самого SRY. То есть, когда-то SOX3, находящийся на Y-хромосоме, промутировал и превратился в SRY и стал сдавать пол в пуском литер. Это означает, что когда-то было не так. Это означает, что в те далекие времена, когда этого самого SRY еще не было, вот в этой вот точке на филогенетическом дереве, а был просто два SOX3 на X-е и на Y-ке, пол должен был задаваться не им, а как-то по-другому. И вот у наших с вами однопроходных, так же, как и у птиц, и так же, как у рептилий, это по-другому. Давайте посмотрим, как. Ну, смотрим на хромосомный набор утконоса. Вот, посмотрите, какая красота. Вот они, 10 половых хромосом. Вот они X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5. И ни на каком из них нет никакого эстервайка, потому что у него еще в ходе эволюции не возникло. Более того, даже SOX3 на них нету. А как так? Странно. Ну, эмбриогенез мозг же, наверное, утконосу тоже нужен. Конечно, там не такой клевый мозг, как у нас, но, наверное, есть. Он же не просто клюв себе открывает, открывает. Там есть сложное довольно поведение. У утконоса даже там ядобитые железы есть. Наверное, как-то там что-то должно быть со сложным поведением. И даже электрорецепцию у него есть, про это еще скоро поговорим. А, наверняка, у него что-то есть свои сложные поведения. Значит, СОКС-3 должен быть. Просто он у него находится на аутосомах, на неполовых хромосомах. А теперь смотрите. Вот у него есть этот самый СОКС-3 на неполовых хромосомах. А у нас СОКС-3 на Х хромосомах. А-а-а! Неужто это нам говорит о транслокации, о той самой мутации, которую мы тут с вами на каждой лекции обсуждаем? Неужели у предков зверей предошла транслокация? Ген СОКС-3 перенесся из неполовых хромосомы вот сюда. Ну, либо перенесся, либо просто можно сказать, не знаю, здесь как корректно сформулировать в данном случае, можно по-другому это сформулировать и сказать, что вот то, что пылки аутосомами, то стало половыми хромосомы. Наверное, так правильно сформулировать. Наверное, тут правильно говорить не о транслокации, а о таком переформатировании функций. То есть представьте себе, аутосомы, у которых просто этот СОКС-3 сломал, немножко поломался и переводился в СРУАЙ. И тут же тогда эта аутосома стала половым хромосомой. Вот так, как корректно сформулировать. А был неправ, так правильно. И вот таким образом возникают наши с вами половые хромосомы. А то, что иксы, игреки у утконосов, это все не имеет никакого отношения к самым игрекам нас. Давайте поймем, к чему имеет отношение и как это связано с эволюцией, с таким невероятным числом хромосом. На самом деле, невероятное число хромосом, это не бог весть, какая страшная загадка. В реальности, в метафазной пластинке, когда происходит разделение комет рук от рук, когда происходит деление клеток половых, и не только на самом деле половых, все вот эти половые хромосомы, они распределены в комет, гометные такие типочки через одного, где идет х, который пойдет наверх в одну дочернюю детку, дальше идет игрек, который пойдет в другую дочернюю гометку. За счет того, что мы их обстраиваем в такую типочку, получается аккуратненькая схема, где все х пойдут в одну дочернюю гометку, а у пойдут с другую дочернюю гометку. Получается довольно простая и красивая история. Примерно то же самое, что у нас. Только у нас с вами одна x и одна y, а у них их по 5. Но поскольку они так аккуратно выстраиваются, наследуются они глобально. Другое дело, что интересно посмотреть на то, откуда они взялись, эти самые x и y, если они не имеют никакого отношения к самым y нашим. А все дело в том, что, конечно, когда-то изначально, так несложно догадаться, глядя на эту стенку, была одна пара этих самых хромосом x и y. Конечно, та самая, в которой присутствуют эти самые гены, отвечающие за возникновение пола. А остальные просто возникли за счет публикации. То есть там, где происходило здесь следующее. Если мы посмотрим с вами на z-хромосому курицы, на хромосому, которая определяет полу курицы, вот он. И там есть вот этот вот самый ген. Это один из целого комплекса генов, который участвует в регуляции пола у птиц. И на самом деле этот же самый ген мы видим вот здесь, вот на x5-хромосоме утконосов. А дальше, по-видимому, происходило следующее. Вот у вас есть этот самый x5-y5 с кучами генов. На y их немножко, на остальных их немножко. А дальше вы просто берете и целыми толпами эти гены последовательно транслорцируете в разные аутосомы. Таким образом, эти аутосомы потихонечку становятся половыми хромосомами тоже. Приобретая тот набор генов, который характерен в большинстве своем для исходных половых хромосом. И вот такие последовательные транслоркации привели к тому, что здесь, конечно, очень много этих самых x, y. При этом понятно, что самые революционно новые, они, там, x более-менее похож на y по размерам, хотя бы частично. Ну, просто потому, что там недавно пришла эта самая транслоркация, и дублирующиеся гены не успели редуцироваться. А в самых древних, вот в этих вот исходных, там, x хромосома маленькая, короче, редуцированная. Ну, просто, чтобы не дублировать x хромосомы. Вот такая вот крутая история, на которой мы с вами, собственно, заканчиваем сегодняшнее занятие. Куча клевого всякого прошла. Попытайтесь все это дело осознать. Может, это не было потрясающей темы. Попытайтесь. 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 Попытайтесь.